здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео возможно у некоторых возникнет вопрос что будет если пустить допустим с хряка на свинку когда свинка не в охоте давайте сейчас посмотрим как она будет реагировать на него на его залы тяни приставания кстати вот в принципе ну вьетнамцев они такие более стадные животные у них стадный инстинкт еще не убит на ухо поэтому они относятся к своим деткам там нормально нету особого этого самого агрессивного кого-то отношения поэтому вполне можно держать всех в одном стаде так внимание реакция свиноматки на свинки в общем хочу сказать но это они уже они уже друг друга так напрыгались а он уже подустал немного он короче сразу у него идет ему ну как чувствует что там свинка там все эти дела и он сразу же с разгона лезет на нее она начинает таким образом реагировать просто ну как бы отходит не дается ему поэтому если ну один из признаков того что свиняне в охоте когда вы пускаете на нее хряка ну даже при большом желании вряд ли у вас получится их случить тут как бы против природы не вобрешь у них это все дело строго по природному зову так скажем происходит поэтому пытаться случить и вообще случить свинью не в охоте вряд ли получится то есть для определения если есть возможность хряка там как-то взять то проблем нету вы никогда не ошибетесь реакция будет примерно как только что было она просто ну как бы будет с каким-то образом показывать ему свое недовольствие свинка это у нас такая более-менее способна и спас спокойная хряк как бы она хряка пени первый день знает и они ну как она могла его и покусать в принципе видите вот такая реакция вот это нормальная реакция на у свинки которая не в охоте поэтому даже без особых там опыта какого-то вряд ли получится навредить скажем так а теперь смотрите реакция свиноматки на то как обижает ее поросят готовься сейчас будет разборки я тебе говорю свою очередь свиноматка защищает поросят но это длится материнский инстинкт закончится дней через пять если их разъединить отлучить первых пару дней она конечно будет кричать там как-то за ними скучать потом ее попустит и она где-то на пятый день после прекращения лактации ну то есть мы их отлучаем с поросят у нее там молоко начинает прекращает вырабатываться уже наверно на второй день но за сутки соответственно где-то на пятый день после отлучки пятый седьмой день свинка должна войти в охоту ну процентов на 99 она войдет в охоту соответственно можно смело допустим один из способов случки это отлучили на пятый день сводим их вместе и в течение там трех пяти дней она должна перегулять после пяти дней от прекращения смотрите смотри что вытворяют тут еще маленькая проблема в том что поросята не кастрированы и соответственно они решили что это ихняя мама для них вообще по-моему по барабану хряк соскучился по вниманию хряк живет отдельно от всех у нас психо одиночка сейчас потому что свиноматки все с поросятами соответственно он один соскучился по обществу все общество на него по залазила ты посмотри на это короче я что еще хочу сказать тут поросята не кастрированы им-то всего месяц нами две недели но дело в том что запах вот у хряка он у вьетнамцев это вообще половое созревание в четыре месяца происходит от трех до пяти месяцев они уже да и они вместе звонят уже так что в руки взявши потом воняешь хряком еще неделю поэтому он возможно чувствует залога ну я кто-то видите опять же наглядная иллюстрация того что свинья не в охоте все разгоняем их свинья не в охоте ничего не будет давай на место они уже привыкли они уже решили что ты их не мам вместо хотел показать на этом видео особо не переживайте если свинка не загуляла в его и вы никак не навредите она разберется с хряком прогонит его не даст ему так что все будет нормально подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комменты всего доброго